1, 2, 3 Первая команда гонки сильнейших на старте Растерянные улыбки на лицах и некоторая несобранность Спортсмены еще не знают, что их ждет дальше Перед стартом соревнований трассу для ознакомления прошли лишь капитаны Совсем скоро настрой всех участников соревнований кардинально изменится Продолжение следует... Было принято коллегиально с ней решение, они провести нам гонку героев Но так как гонка героев это дорогое удовольствие, мы решили провести гонку сильнейших То есть изменить название, но смысл этой игры оставить тот же самый Базовая гонка героев России представляет собой трассу на площадке для военно-полевых сборов Протяженностью 10 километров и 50 препятствий, пройти которые под силу не каждому Ленская полоса по протяженности всего 3 километра Однако над ее сложностью постаралась целая команда опытных специалистов по спортивному туризму Рост популярности спорта с уклоном на кроссфит все объясняют по-разному В наше время много появилось людей, которые мотивируют на это Также фитнес-блогеры, ну и много всего Когда ты просто смотришь на своего друга, который занимается, смотришь, если он смог, чем я хуже Ты не знаешь, что тебя ждет, то есть это надо распределить силы и стратегически придумать, где команда должна находиться, в каком распорядке Ну потому что это массовый спорт, тут как бы без разницы какой человек и занимался он спортом или нет, он как бы здесь ему интересно будет и все получится Ну потому что у нас молодежь, как она и была раньше, активная, она так и есть И для таких мероприятий не нужно иметь специальную подготовку В гонке героев основой является прохождение трассы, за что человек получает удовольствие Гонка сильнейших относительно новый вид соревнований для линчан Здесь она проводится лишь второй год подряд В этом году решили проверить свои силы только четыре команды Организаторы рассчитывают, что в следующем году их будет больше У них уже есть планы по усложнению полосы препятствий и добавлению новых испытаний Роман Токмаков, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край»